Памятник – это материальный объект, памятник материальной культуры, а каждый объект материальной культуры является источником какой-то информации. Вот насколько и в какой степени можно использовать памятник как исторический источник, вот я попытался здесь немножко разобраться. Тема огромная, очень интересная, но некоторых вопросов не коснемся. Ну, во-первых, чисто практический смысл – это не теоретическая работа, источниковедческая. Мне часто приходилось с этим касаться во время экспертизы объектов культурного наследия. И вот там очень сложное определение значимости памятника, отношения в категории и так далее. Но возникают проблемы с самого начала. С самого определения памятника. Ну, вы все этим занимались, в курсе, что у нас даже в законодательстве слово «памятник» употребляется в самом разном контексте. В широком понимании памятник – это любой объект материальный, а в последнее время и нематериальный культуры, который несет какую-то историческую информацию. То есть у нас есть памятники архитектуры, культуры, литературные памятники и так далее. Если брать памятники как в практике охраны культурного наследия, то есть 70-х федерального закона, памятник – это любой объект недвижимости. А дальше они делятся на археологические, архитектурные, исторические памятники монументального искусства. Но в бытовом создании все-таки памятник – это либо скульптура, либо стела, либо какой-то отдельный настоящий монумент. Еще добавляет Фороху и ГНЕСКО, когда вводят свои определения. Сейчас как раз появилось направление о нематериальном наследии и так далее. Я буду здесь конкретно говорить как раз о памятниках в узком смысле. То есть скульптуры, обелиски, стелы и так далее. Но вот здесь сразу скажу, то, что обозначено как название монументального искусства – это уже ошибка. Нет, это не ошибка, иначе нельзя было поступить. Почему? Потому что у нас четкая градация объектов в том смысле – архитектура, археология, история, монументальное искусство. Всякий монумент отдельно стоящий можно назвать объектом искусства. Вот, пожалуйста, два сравнения. Памятник защитникам советского Заполярья в Североморске – это творение двух народных художников СССР, отца, если не роды, и обелиск в память железнодорожников в Кандалакшском депо. Оба имеют одинаковую ценность с точки зрения историографии, но этот является действительно продуктом мемориального искусства, а этот к искусству никак не отнести. между темами и другими нет. Попытки назвать, как-то сочетать это с понятием объектов культурного наследия не проходят. Почему? Потому что объект культурного наследия – это чисто формальный статус. Вот здесь специально поставил эти два памятника. Вот это у нас является объектом культурного наследия, занесён в реестр. А вот этот памятник – шикарная 17-метровая бронзовая скульптура, которая была поставлена в 1973 году, она не является объектом культурного наследия. Это очень субъективная вещь, когда ставят на учебу. Это можно долго говорить. Ну и если говорить об этих объектах, где-то в конце 80-х годов с этого времени совершаются попытки выделить из источниковедения отдельную специальную дисциплину, памятниковедение. Но авторы этой идеи так и не смогли определиться в главном, в предмете исследования. В результате они ушли в сторону, включили в предметы этой науки неопределившиеся вопросы сохранения культурного наследия, пропаганды и так далее. То есть от вопроса ушли. Но самое интересное – наука сама не определилась, предмет не определён, но уже существуют институты и уже существуют преподаватели, которые соответствующую научную дисциплину преподают в некоторых мусорах. Ну, как говорил Рон Хаббард – хочешь стать миллионером – придумай себе наука. Так вот, посмотрим, какую же информацию надо. Но те люди, которые разрабатывали теорию памятниковедения, они всё-таки сделали хорошими. Во-первых, более чётко определили определение для таких памятников. Во-первых, это отдельно стоящий предмет недвижимости, но они добавили антропогенный. То есть это именно творение рук человека. И кроме того, они рассматривают памятник не как просто транслятор исторической памяти, как у нас принято везде считать, а как социокультурный объект, который существует в социуме, который существует в конкретной обстановке, конкретную эпоху, конкретного времени. Ну, одна из самых главных характеристик любого источника – это достоверность. Несколько примеров. Вот памятник, замечательный памятник погибшим морякам и кораблям Рыболовецкого флота в городе Мурманске. Ну, ещё в 80-е и 90-е годы, в частности, сотрудники Музея Северного флота обращали внимание, что вот на этих досках, где написаны названия кораблей и капитанов погибших в годы Великой Отечественной войны, есть ошибки, достаточно много ошибок. Объяснять это очень просто. Потом выяснили, что для вот этих списков взяли документы с сборника истории Мурманского Травового флота. Это отчётный доклад Тесленко, руководителя Травового флота, который он читал в 45-м году. То есть война ещё почти не закончилась, ещё сведения все не уточнены. Это был доклад. И вот отсюда пошло. Но при реставрации, реконструкции этого памятника, который произошёл недавно, ведь он был обновлён. Ну, казалось бы, самое время взять и обновить таблички. Нет, их просто вынесли с теми же самыми текстами, поместили сбоку от памятника. Это вообще симптоматично. Дальше ещё будет несколько таких случаев. О чём это говорит? Это не отсутствие исторических знаний. Это отсутствие интереса к историческим знаниям. Вот замечательную доску открыли в Теримерхе, в Белодейности. В Теримерхе была открыта первая у нас на севере спасательная станция, где работали замечательные суда, так называемые спасательные крейсера, которые спасали рыбаков. Вот эту цену узнаёте тут, наверное, кого-то, кто открывает. А вот, кстати, спасательный крейсер два по проекту норвежского. В Норвегии много таких стоили. Корина Арчера. Вот само здание, которое стояло. В Белодейном был целый комплекс строений. И вот теперь прочитаем внимательно на табличку. На этом месте в 1902 году К.Н. Басьетом была построена первая на Мурмане спасательная станция имени императрицы Марии Фёдоровны. Почему-то там шизнется со старыми буквами. Ну, первое возникает вопрос. Ну, генерал-адмирал в Пасье построил станцию. Дедушка уже. На самом деле ещё интереснее история. Смотрите вот на это. Это на пробе дата смерти. Вот так замечательно с помпой открывают у нас памятники. Не разбираются. А почему так произошло? В статье, я понял, в статье, которая была опубликована, написано, что была открыта первая станция. Не первая станция. Две станции были открыты. Одна в Сериберке, а другая в Рынде, которую потом перевели в Александр. В Полярный. И в Рынде она находилась на полуострове, который носил имя Пасада. Вот дальше. Памятник. Замечательный памятник. Но не на своём месте он был. Пришёл в запустение. Отклупилась тут стена. Памятник покорителям Арктики. Это вот стена дома. Такой огромный памятник. Здесь чеканка на металле были изображены. Святой Фака, Красин, Вермак, Ленин. И его отреставрировали. То есть он стал таким камерным, маленьким, аккуратненьким. Ну ладно, как он выглядит. Да, тут подсветочки. Вот. Но самое-то интересное. Дополнили. Вот сбоку идёт список самых выдающихся экспедиций. Я не буду касаться вообще, как это выбиралось. Но одна фраза, обратите внимание. 1900 год. Полярная экспедиция Александра Колчака на судне «Заря». Это уже не ошибка. Это прямая фальсификация. Александр Колчак был одним из трёх флотских офицеров, который входил в состав команды экспедиции Эдуарда Толле. Как это назвать? Ну, это не ошибка, это уже другой вопрос. Значит, вот использовать памятник как источник, с точки зрения достоверности, получается, нельзя. Хотя, что интересно, в отличие от памятников архитектуры, которые сами по себе предназначены для жилья, для каких-то утилитарных целей, от памятников археологии, информация из которых может быть добыта только в процессе реконструкции, памятники истории монументального искусства, предназначены, и главное значение – трансляция исторической памяти. Получается, что, в отличие от архитектуры и археологии, они меньше всего как раз приспособлены для передачи исторической памяти. Дело в том, что эти памятники, они передают не исторический факт, а интерпретацию исторического факта. Значит ли это, что с точки зрения источника реческой, такие памятники им не нужны? Напротив. Нужно просто разобраться, какую информацию они несут. Прежде всего, памятники показывают… Ну, во-первых, если вот мы посмотрим памятники, ну, когда они первые нам известны, возникли… Там, естественно, они используются как для чистой информации, потому что других источников не было, либо существуют источники перекрестные, которые подтверждают события, указанные на эти памятники. Но современные памятники предостаточно других источников являются, как у нас говорили вместе с этим, вторым источником, но они всегда несут на себе, что называется, дух эпохи. То есть, когда его установили, какие ценности приняты в обществе, какие идеологические установки, какие, вот с точки зрения ценностей, первые памятники в России привели довольно поздно. Какие это памятники? Временному пожарскому знак признания, подвига. Часто в фигуре, которая изображена, которая посвящена памятникам, эта фигура выражала не одного человека, а символически многих людей и целое поколение. Вот первый скульптурный памятник в городе Мурманске, памятник Анатолию Бледову, который был построен на средства от собранной молодежью комсомольцами, поставлен вроде бы одному человеку, а он символизирует всех защитников Заполярья. Тех, кто ушел из Мурманска, молодые, 23-го года рождения, погибли тогда в Пицамо-Киркенесской операции, но на протяжении всей войны. Это памятник символов. С другой стороны, есть еще такие интересные события, которые мотивируем, в памятнике не отражаются. Например, в Мурманске стоит памятник союзному братству. Вот если разобраться, памятник уникальный. Почему? Время установки. 75-й год. Но с точки зрения современных, я не говорю, что молодых людей, кто уже забыл те поколения, для которых вся советская эпоха, это сплошное, тем более 70-е, 80-е, 60-е, это холодная война, это гонка вооружений и прочее. 75-й год устанавливается в Мурманске памятник союзному братству. То есть фактически англичанам, американцам, бананцам, которые сейчас являются нашими противниками. Как он вообще мог появиться? Да просто нужно несколько освежить память. 75-й год. Союз «Аполлон», «Пепси-кола», «Сигареты», «Союз «Аполлон» и так далее. Это время разрядки. Короткий период разрядки. Первый визит наших кораблей зерного флота в Соединенные Штаты Америки и так далее. Но, к сожалению, вот эти надежды на разрядку, на потепление отношений к 79-му году сошли на нет. Ну и вот, что, когда мы делаем анализ, тут очень много информации, очень много интересных подходов, которые еще не разработаны. Но подходить нужно комплексно. То есть, если брать любое событие, таких примеров много, и по одному памятнику судить о эпохе, наверняка возможность сошли. Ну, кроме того, нужно брать не только комплекс памятников, но также нереализованные проекты и утраченные. Вот один из таких примеров. Манчегорск, 77-й год. На центральной площади, это конец Ждановского проспекта, тогда еще проспекта Жданова, потом он стал проспектом Металлургов, поставлен был вот такой памятник. Символично. Это памятник первостроителям, основателям города, тех, кто осваивал Манчетун. Вот этот символ, он в то время, я помню, был таким же символом Манчегорска, как сейчас уже его вытеснил вот этот босс, который везде, на всех, вплоть до Германии. А тогда это был такой вот символ рабочего города. Но буквально через пять лет этого памятника вы на площади не увидите. И вот сейчас на этой площади, вот он стоял здесь, сейчас на его месте, памятник Ленину. Потому что памятник установили, и буквально через два года спохватились нашим госполком, а как же так, 110-я годовщина Валимовича Ленина. А у нас Манчегорска. Был памятник Ленина, но очень старый. Его снесли из-за верхности в 82-м году. Как же, нужно же поставить. А где же поставить? Ну вот лучшее место. А что делать с этой стеллой? Ну, поглядите. К счастью, вот этот символический памятник, он уцелел, но его вынесли в такое место, он стоит сейчас у техникума, на въезде в Манчегорск, как въездная скульптура, и плохо виден, плохо просматривается. Вот, пожалуйста, это говорит о эпохе. Притом, это было не только тогда, это продолжается и сейчас. Ну вот, что, так скажем, что можно сказать о современной эпохе по памятникам? Да, есть приоритеты, есть благодарность подвигу народов. Вот у меня тоже памятник оленеводам и памятник полярной дивизии. Это действительно наши символы, это действительно символ нашей победы в войне. Но нужно обратить внимание, что первый, что второй, памятник, являются отголосками прошлого. Потому что, вот сейчас говорили, что вопрос о постановке памятника о транспортных подразделениях муссировался с конца 80-х годов, а закладка вот этого памятника полярной дивизии произошла в 1991 году. То есть поставлен он был спустя 30 лет. так что считать их объектом сегодняшнего дня не совсем точно, не совсем верно. А вот еще одна история. К 100-летию Мурманска обсуждали, какой памятник нужно поставить в Мурманске. До этого говорили, в Мурманске нет памятника первостроителям, основателям города, тем, кто город здесь строил. И в конце концов сошлись на хорошие идеи. Как раз был юбилей 100-летия в РУМ, уже не 100-летия, не буду задерживать, юбилей руководителя изыскательской партии, который проектировал Мурманский торговый порт, Валериан Лихницкий. И вот возникла идея, если поставить Лихницкого, как символизирующего изыскателей, рядом поставить реального лица Веденеева, руководителя строительства портом, можно добавить, скажем, Горячковского, как руководителя строительства железной дороги. Притом это не то, что руководители, как сейчас сидят, кнопки на коммутаторе дожимают, а это люди, которые своими ногами ходили, своими руками делали, и чертежи сами чертилили, сами принимали участие в строительстве. Вот эти три фигуры бы полностью символизировали основание Мурманска. Ну, а если хотя бы две фигуры Лихницкий Веденеев, тут как раз порт засуетился, они открыли свой музейчик, вот это был бы символ и города, и порта. Кстати, памятник, который установили в 1545 году на территории такого порта, там было указано место, откуда начинало строительство порта и всего нашего города, тихонько-тихонько в начале двухтысячных снесли. Построили там, это макет памятника, потому что он мешал расширению производства. Ну, все понятно. Но, обратились к порту, хорошая идея. В результате был поставлен вот этот бюстик, он вот на таком основании, что вы понимали, на фотографии не видно, а когда подходишь, он буквально стоит на таком и стоит. На него даже маленькая игрушечка. Да и сам бюст изготовлен был правнуком Лихницкого, это не заказ у каких-то художников, это семейная, так скажем, инициатива была. А порт, ну, не сам порт, и не руководители порта, а хозяева порта, которые сидят не в Мурманске. Они решили, что Мурманску нужен вот такой подарок, вот такой арт-объект, который непонятно, что символизирует. И вот они стоят рядом. Дальше. Вот, к сожалению, почему говорю, к сожалению. Ну, когда возникла идея, в Мурманске должен быть памятник Святому Николаю, но лучше, конечно, церковь, потому что у нас как-то не принято. Скульптура у нас это все-таки не сакральная, а такой культуры скульптурной, как в католической церкви нас. Но если будет памятник, символизирующий покровителя, поморок Святого Николая, ничего плохого. Однако, почему-то в одной руке он держит далеко не поморское судно с какими-то цифрами непонятными, а в другой руке кусок незнающего камня, на котором написано «мыс горн». Погрите, мыс горн. А все понятно, внизу вот надпись «Всей образ святителя Николая, чудотворца, мыса горновского возведен по проекту Федора Конюхова». Ну и здесь, отлично, путешественник. Вопрос, ничего не имею против Конюха Федорова, ничего не имею против его путешественника. Но почему этот памятник должен стоять в городе Мурманске? И что он символизирует? Еще одна, вот с одной стороны вот эта табличка, а с другой стороны вот обязательно памятник установлен на добровольные пожертвования, т.т.т.т.т.т. Вот другая табличка здесь «При содействии губернатора, мэра, председателя Думы» и т.д. Вот эта табличка, кстати, стоит, но я считаю, что это вообще как-то не очень хорошо. «На памятнике погибшим подводник Курска». То есть, кому? Это память о погибших или память тех, кто задействовал установке памятника? Ну и также вот такие таблички, это вот на этом арт-объекте около Мурманского порта в дар городу Мурманскому. Знаете, Мурманск превращается в такую, как в квартире, когда на день рождения надарят каких-то подажек, и потом их переставляют с полки на полку и знают, что с ними делать. Обратить внимание еще на одну вещь. Вот памятники полярной дивизии и олене транспортным подразделениям, они стоят на окраинах Мурманска. Один на самой северной окраине около Росты, другой на юге. В центре места почему-то не нашлось. В центре у нас появляются памятники в Треске, появляются какие-то арт-объекты, памятник Катулу, Семену, да. Так вот, если обобщить все это, это замечательный материал, который вообще символизирует нашу эпоху. Дело в том, что вот можно применить такой термин, когда я вот говорил вам о памятнике Макегорске, тут, скорее всего, уместно такой термин, как уровень лояльности, подразумевая под ним компромисс между несовместимыми интересами. Это могут быть интересы идеологические, это могут быть интересы корпоративные, как вот в случае с спортом, это может быть чаще всего компромиссы между интересами региональными, точнее говоря, между регионом и центром. когда мы заботимся больше не о том, чтобы установить памятник, увековечить свою историю, свою культуру, а угодить центру, который нам дали вот такие подарки. с с точки зрения источника ведения, если говорить о сегодняшней эпохе, конечно, много положительного, живем замечательно, но существует, я выделил бы такие тревожные монеты. Значит, во всем этом проглядывается первое, что, во-первых, все, это памятники наши, это показатель дистанции между заявленными идеологическими приоритетами и жизнь, реальность. Во-первых, падение интереса к историческим знаниям, о чем я говорю, во-вторых, на смену антропоцентризму приходит эгоцентризм, то есть эти надписи на памятник, это обязательное указание автора и покупателя памятника, это говорит вот как раз о эгоцентризме. И снижение уровня осмысления действительности до бытового уровня. Знаете, хорошее слово раньше было русском «избить», теперь оно имеет несколько оскорбительных смыслов. А раньше это не значило ничего, это слово «упрощение». Оно звучало «опошление». Пошлые девицы. Так вот, у нас во многом идет именно «опошление» культуры в виде монументального искусства. К сожалению, у меня нет еще фотографий, еще не видел памятника, который поставили в полярном двум капитанам. Вот это типичный случай такого снижения до бытового уровня. Ну, кто для одного «Война и мир» – это великое произведение о мире, о войне, о Наполеоне. для кого-то это рассказ о любви Андрея и Наташи. Вот приблизительно в это же выразился памятник капитана полярного, к сожалению. Ну, спасибо за мечту. большое. Поехали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.